Здравствуйте. Пришел мне мой рюкзак. Санта Кирбест. Такой вот огромный, большой, красивый рюкзак. Я уже посылку вскрывал. Вот упакован в такой вот большой пакет с застежкой. Это у нас есть в доставке. Берем это все в сторону. Заказал себе рюкзак фирмы Тагерно. Вот у нас все бирочки, все красиво. Так, модель это у нас сейчас, сейчас, сейчас. Модель B3143 на 17-дюймовый ноутбук рассчитан. Размеры 47 сантиметров на 33 и на 18. Вот тут все у нас, все фирменное, все красиво. Заказал вот такой коричневый цвет. Камера, наверное, не очень его передает, но он более насыщенный такой цвет. Очень понравился. Черный как-то не захотел, вот что-то решил такого вот шоколадного цвета взять. Очень много у него различных тут отделений. Сейчас мы посмотрим потихоньку. у нас тут получается малый карман такой. Достаточно вместительный. Отделение под сеточкой. Какие-то ручки сложить или еще что-нибудь. Еще два кармана. Под ручки кармашки два. Вот здесь будет видно. Подкладка вся тоже брендированная, так скажем. Вот. Это один у нас карман. Вот еще один есть для мелочей различных. Тоже достаточно вместительный. По бокам у нас есть два кармашка. Здесь резиночка. Можно бутылку поставить с водой, если где-то так идете. Бутылка, правда, не закроется, наверное. Бутылка где-то вот такая вот полулитровая. Ну, как бы держать ее будет. Резинка отлично. Тут все у нас хорошо. С этой стороны у нас такой же кармашек. Молнии очень хорошие. Крепкие замки. Также вот с резинкой дополнительной. Так. Ручка. Мягкая, удобная. Хороший хват у нее получается. Так, давайте теперь большую отделение посмотрим. Вот у нас большое вместительное отделение. Тут у нас карман для батареи нам рекомендуют. Тут карман для мобильника. Для планшета тоже вот большой карман. Глубокий достаточно. Чуть позже мы сейчас попробуем все это забить. Посмотрим, насколько вместительный он окажется, этот рюкзак. Все на замочках. Ткань очень приятная. Закроем его. Так, дальше что у нас тут есть? Вывернем ручки. Ортопедическая спинка у нас тут. Все мягкая. Давайте посмотрим поближе. Камера вот сфокусировалась. Мягкая, дышащая, наверное, материал. Такие же мягкие шлейки. Так, что у нас по замкам? Сбоку вот есть отверстие для наушников. С этого боку отверстия такого нету. Так, вот у нас еще потайной карман получается. Для ноутбука, наверное. Да, вот он такой большой, глубокий. Не знаю, будет видно, не будет. Большой, глубокий. Закрывается у нас вот так вот. То есть вот вы держите. И к этому замку уже проблематично будет подлезть. Так как шлейки закрывают. И еще один потайной кармашек для документов. У вас вот он на спине будет. Сюда документы сложили. Кошелек. И все, воришкам будет проблематично к нему дотянуться. Так, что мне еще здесь с ним понравилось? А, молния. Смотрите, какая интересная молния. Она у нас двойная. Первый раз такую вижу. Не знаю, сфокусируется камера или нет. Ну вот вроде бы да, видно. Видите, двойной замок. Очень большой, плотный. Вот такой вот замечательный рюкзак. Тут у нас везде логотипы. Вот на шлейках есть такие зацепы. Можно на карабинчике что-нибудь повесить. Там фонарик или еще что-нибудь, если в поход вот идете. Ну, рюкзак отличный. Давайте попробуем сейчас наполнить, что в него влезет. Да. И потом посмотрим, как он будет на мне смотреться. Сейчас поставлю на паузу. Ну, для начала давайте попробуем заполнить карманы, как нам предлагает продавец. Сложим всю технику. А потом в оставшееся место попробуем добавить еще вещи. Смоделируем, так сказать, если мы едем вот в поездку, сколько нам останется места для вещей. Так, ну, поехали тогда. Сначала сложим самое большое. Сложим ноутбук. Ноутбук. В сторону положим. Ходит отлично. Еще даже местечко остается. Поэтому мы сложили ноутбук. Так, давайте сразу потайные карманы сложим. Возьмем права наши. Так вот. Кошелек наш. Кошелек. Нет, кошелек уже не лезет. С ноутбуком вмещается только права. Ладно. Так, дальше. Дальше сложим наш. Так. Иди сюда. Батарейка. Батарейка в корпусе нет. Не подойдет нам. В сторону коробки. В сторону коробки. Вот. Отлично. Батарейка зашла. Мобильник на мобильник я снимаю. Поэтому мобильник мы тоже положим сюда. Так. Ну, давайте пока кошелек тогда сюда положим. Вот. Для кошелька. Входит. Да, входит. Так. Кошелек. Сюда что мы сложим? Не знаю. Мышку мы в боковой положим. Эти вот мои зарядные устройства все. Сюда положим. Ну, кстати, наверное, можно будет батарейку запитать и кабель высунуть через... Для наушников. И так вот при ходьбе можно будет заряжать мобилу. Либо его класть вот в соседний карман. И да, удобно будет. Раз. Кабель перекинут. У вас будет заряжаться. Так. Что у нас тут есть? Различные щипчики. Это все. Вот как раз этот вот карман сложим. Динамо фонарик, на всякий случай. Ну что ж, место еще прилично остается. Ну, ручку сюда засунули. Что? Давайте это быстренько сложим. Сюда. Ну, наверное, мышка... Ну, ладно. Мышку мы сейчас маленький кругом засунули. Все. Мышка заняла свое место. Ну, слушайте, тут для вещей еще вполне. Давайте вещи будем паковать. Ну, вот то, что я придумал на скорую руку, что мне может пригодиться в поездке. Ну, давайте попробуем сейчас это все сложить. Так, возьмем наши кроссовки. Как рекомендуют. Сейчас носки складываем в кроссовки. Давайте быстренько их в пакетик. Размотать потуже, чтобы они местом меньше занимали. Так, давайте их, наверное, дам большое отделение на дно. Замечательно влезли туда. Так, что у нас на дно? На дно, на дно, на дно. Ну, давайте, наверное, джинсы. Потому что джинсы тоже скручивать поплотнее. Поплотнее. Так, джинсы наши вошли. Рядом в лизе положим шорты. Шорты стояком. Вот так вот. Так, дальше. Что нам тут? Что, что, что? Давайте кофты. Кофты. В таком состоянии они особо и не помнутся скручены. Кофты. Так, ну, тут, наверное, надо еще набить руку. Как ее лучше укладывать? Ну, я так, на скорую руку. Приблизительно, что у нас сюда входит. Вот кофта. Давайте еще одну кофту. Теплее. Замки при закроем. Так, так, так. Ну, трусы. Давайте вот маечки. Одна. Вторая. Размоталась. Третья. Тут сбоку место есть. Трусы въезут у нас. Никто не ханжа. Трусы носят все. Поэтому трусы сюда. Ну, смотрите. Да, еще забыл сказать то, что было бы хорошо, если бы на некоторых сайтах есть. На алиэкспрессе, в частности, я видел. В комплекте идет кодовый замок. Вот так вот у него есть. Смотрите. Будет видно, не будет. Сейчас приблизим. Вот тут такие есть отверстия. Замочек туда вставляется. И кодовый замок, как бы, отличная штука. Надо будет докупить отдельно. Ну, жаль, что не положили сразу. Так, ну что у нас осталось? Осталась еще одна майка и ветровка. Наверное, можно ее сюда всунуть. Как бы, опять повторюсь, что это я делаю на скорую руку. Надо попрактиковаться. Возможно, более как-то оптимально это все разложить. Ветровка вообще в мидер место занимает. Клеим их сюда. Вот так вот. Все. Майка одна не влезла. Ну, при желании, конечно, можно всунуть. Но я пока это уже делать не буду. Вот, смотрите. В полностью собранном состоянии. Довольно-таки тяжелый. Ну, я думаю, если мы едем в поездку, то надо брать что-то одно. Либо ноутбук, либо планшет. Потому что смысла нет утянуть и то, и то. Ну, я сейчас просто вложил по максимуму. Вот, забить все. И все отверстия посмотрю. О, отверстия говорю. Все карманы посмотреть. То есть, насколько вот он вместительный. Так, ну и сейчас я поставлю на паузу. Сделаю примерку, как он смотрится на мне. Сможете посмотреть. Все ссылки будут в описании. Рюкзак отличнейший. Как для повседневной носки, наверное, надо брать чуть-чуть поменьше. 17 дюймов все-таки великоват. Да, тут есть точно такая же модель, но на 14 дюймов. То есть, ходить на работу, не знаю, просто по городу. Наверное, нету смысла такой здоровенный. Но я брал конкретно под поездки. То есть, вот сейчас я даже немножко сложил посмотреть, что в него в принципе входит. Но опять же, ноутбук я брать с собой в поездки не буду. Сюда еще вполне можно вложить пару каких-нибудь маек или еще что-нибудь. Сюда еще и пару каких-нибудь таблеток от головы, от живота. Ну, такой, по минимуму. Вот. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ссылочки будут еще раз в описании. Все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Вот так этот рюкзак смотрится на мне. Сейчас он, можно сказать, полный выкатки. На плечи не давит. Мягкие вот эти шлейки. Так вот, лид сбоку. Отлично. Можно подтянуть, если идете при ходьбе раз, на себя их подтянули. Ну, опять же, сюда повесили фонарик, еще что-нибудь. Ту же самую фляжку с водой. Ну, вот. Рюкзак супер. Я очень доволен. Все. Всем спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok